Здравствуйте! 24 июня в Самарской губернии пройдет всероссийская акция «Лучи Победы». Сегодня в нашей программе расскажем, как в Самаре хранят память об участниках легендарного парада Победы 1945 года. И почему в Самарском школьном музее собрали информацию об участниках этого парада. Меня зовут Ян Налимов. В нашей студии Ольга Кекина, внучка Героя Советского Союза, участника Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве Дмитрия Николаевича Голосова. И Владимир Ларионов, директор школы номер 120 городского округа Самара. Ольга Викторовна, Владимир Николаевич, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Добрый вечер. — Приближается знаменательная дата, 24 июня 1945 года прошел знаменитый парад. Ольга Викторовна, давайте начнем с вас. Как вы узнали вообще о параде и что было известно тогда вам от деда, от ваших родственников? Ведь тогда это было то время, когда не рассказывали об этом так много. — Я с вами полностью согласна. Дедушку я, конечно, почти не застала. Он умер в 1960 году. Я была совсем маленькая. Умер он от ран, от болезней, полученных во время войны. Умер молодой, 57 лет. — Всего 57 лет? — Всего 57 лет, да. После войны, конечно, он тяжело болел. Я помню все с рассказов бабушки, что дедушка был очень скромный человек, не любил о войне рассказывать абсолютно. Вот. И только вот сейчас я вот узнаю, что он действительно был участником победы в Москве. Хотя, в принципе, бабушка все время рассказывала только о параде 41-го года, который проходил у нас на площади Куйбышева. Как-то вот парад 41-го года, он в нашей семье постоянно был, да, уходили люди на фронт. Это сюда приходили сибирские полки, и вот они шли прямо на передовую, можно сказать, с парада. 45-й год, ну, День Победы, 9 мая. Его в нашей семье всегда праздновали. Я его люблю до сих пор, этот мой любимый праздник. Мы его отмечали лучше, чем все остальные праздники. Дедушка был очень скромный, о войне не говорил. И вот в тех записях, которые сохранились до сегодняшнего времени в его руки, он пишет очень скромно. В операциях участвовал, в Курской битве, форсирование реки Днепр, ликвидация прорыва немцев в районе Житомира, за форсирование реки Днепра присвоено звание Героя Советского Союза. Это указом Президиума Верховного Совета. Но сохранились его некоторые записи. Вспоминать не любил. Любил встречаться с однополчанами. Да, вот они собирались, может быть, между собой что-то и вспоминали. А вот только из дневников мы можем судить о том, каково было людям во время войны. Это было такое тяжелое время. Он ведь был генерал, насколько я помню. Да, он прошел от командира полка до командира дивизии. И вот во время, во все, за время сражений, во время войны ему было присвоено звание генерала-лейтенанта. И вот что хотелось отметить, потому что сейчас поколение не все об этом знают. Ну, война, война. 9 мая, 9 мая – это вот Георгиевская ленточка. А о том, насколько было тяжело им, почему они миллионы там погибли, вот он пишет. О Курской битве отдельно, нужно сказать. Какая же была обстановка? Вот данные на Курско-Орловском направлении. Было сосредоточено 20 дивизий фашистских, а его одна дивизия. 20 дивизий против одной его дивизии. 7 танковых, 2 моторизованных, 11 пехотных, 1850 самолетов и так далее. То есть какая была плотность фашистской армии, и как наши ребята погибали. Конечно, многие получили награды посмертно, но для нас было бы, если бы они были живые. Вот это Курская битва, Курская дуга, или ее называют иногда огненная дуга. Это было страшно, как рассказывала бабушка. А потом уже вот сражение было за Днепр. После Курской битвы, он пишет, памятный бой был за реку Днепр. И вот там они ночью переправились на противоположный берег Днепра. И в течение двух месяцев удерживали этот плотздар. Вот это знаменитое форсирование Днепра и вот это знаменитое плотздар. Да, за что многие, в том числе и мой дедушка, за активное руководство дивизии получили звание Героя Советского Союза. Поэтому память об этих страшных днях должна храниться. И очень хорошо, что вот сейчас лучи победы, это в рамках воспроизведения истории, в рамках воспитания нового поколения, которое о войне знает только по наслышкам. Это очень хорошее мероприятие, лучи победы. Вот мы об этом поговорим, а вот я знаю, что вы принесли с собой еще ведь и фотографии вашего дедушки. Здесь вот есть две фотографии. А вот я сейчас попрошу, чтобы нам вывели их на экран. Первую фотографию, пожалуйста, вы видите фронтовую фотографию. Это фотография 1942 года. И вот я предлагаю всем просто посмотреть в глаза этого человека. Это глаза человека, который в 1942 году как раз находился в окопах и командовал людьми. Да, это было страшно очень. И он здесь в некоторых воспоминаниях писал, что это было страшно. Не знали, будут они живыми или нет, но слово «родина», борьба за родину, чтобы изгнать с родной земли фашистов, это было для них самое главное. Да, он попал здесь в окружение, он тоже не любил об этом говорить. Это было страшно. Следующая фотография – это вот уже человек после войны, так сказать. Это уже человек после войны. То есть это генерал-лейтенант. Да. Со спокойным лицом. Со спокойным лицом, да. Что все позади, что родину отстояли, народ освободили, и народ может радоваться и жить мирно и счастливо. Вот, кстати, вопрос. Вы сказали, что не любил он рассказывать о войне. Вот как вы считаете, а почему, с чем это было связано? Все, что связано с гибелью людей, а он был командир, как отец был. Его любили подчиненные, солдаты. Он заботился о всех, и ему было жалко видеть, что люди гибнут. Даже слово «жалко», мне кажется, здесь не подходит. Ему было просто вот настолько горько, что ребята на его глазах гибли. Поэтому… А он должен их отправлять? Да. Ну, между прочим, его тоже в записках в некоторых было, что многие командиры отделений батальонов и ребята сами прям вот за родину, и тогда были за Сталина. Это факт. Да. Это факт. Вперед за то, что освободить нашу землю. Тем более, когда… Мы все прекрасно знаем из истории, когда фашисты оккупировали наши… прорвали границу, оккупировали наши первые эти земли, что насколько они там бесчинствовали, как они убивали мирных женщин, детей, стариков. Об этом не надо забывать, что это было, и это… Насколько я знаю, у вашего дедушки награды ведь самые разные, в том числе есть, ну, такие достаточно уникальные награды. Да, он любил из всех, конечно, наград звезду героя. Он ее чаще всего носил. Вот. Но за битву, за Курскую дугу он получил орден Суворова второй степени. Это довольно-таки редкая награда. За освобождение Украины он получил орден Богдана Хмельницкого. Кстати, не только он, это были многие награждены, ну, и он как командир 280-й стрелковой дивизии, за его умелое руководство. И вот, понимаете, сейчас вот я читаю, что он был награжден за освобождение Украины, где сейчас у нас такие вот страшные события развиваются. А именно наши деды там проливали свою кровь. Ну, и награжден он и орденом Красной Звезды, и двумя орденами Красного Знамени. Он участвовал на Южном, Брянском направлении, в Западном, на Карельском фронте. То есть его дивизию перебрасывали на все направления. Вам бабушка не рассказывала вот про этот знаменитый парад 45-го года, вот парад победителей? 45-го нет. Когда они прошли и бросили эти знамена? Мы это знали только из кинофильмов, как-то мы это не обсуждали, хотя, в принципе, дедушка там был. Вот. У нас был 9 мая. Легендарный народный день победы. А это уже как бы вот результат нашей победы, нашего народа. Я сейчас предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, который рассказывает как раз вот об этом параде, о том, как он проходил два года назад, и затем продолжим нашу беседу. С удовольствием. Ровно в 10 утра трансляция боя кремлевских курантов возвестила о начале торжеств на площади Куйбышева в Самаре. К этому времени парадные расчеты уже построены, последние приготовления завершены. Перед началом войска 2-й гвардейской армии салютом поздравили героя Советского Союза Владимира Чудайкина. И вот, согласно строевому уставу, знаменная группа выносит государственный флаг и знамя победы. Знаменная группа выходит под звуки песни «Священная война». Эта маршевая мелодия стала символом защиты Отечества в годы Великой Отечественной войны. После выноса знамени начались официальные поздравления. Весь мир увидел, как советские бойцы бросали к стенам Кремля штандарты поверженных фашистских армий. Это был великий триумф нашего народа, сумевшего не только выстоять в смертельной схватке с врагом, но и изменить всю мировую историю, спасти человечество от коричневой чумы. И завоевали эту победу наши соотечественники, наши с вами родные люди. Самара Куйбышев в годы войны была запасной столицей. Предприятия региона обеспечивали Красную армию техникой, оружием и горючим. И почти полмиллиона жителей области отправились на фронт. После исполнения гимна России началось торжественное прохождение парадных расчетов. В строю военнослужащие, силовики и курсанты в этом году участие в параде принимали гости из других регионов. По площади прошли колонны разных родов войск Центрального военного округа. Тем более, что многие города отказались от проведения парада. После прохождения пеших колонн на площади показалась военная техника. Современные машины, стоящие на вооружении 2-й гвардейской армии и раритетные образцы времен Великой Отечественной войны. Авиационная часть парада – это вертолеты и самолеты Су-24МР и Су-34. Военный парад в Самаре смогли увидеть люди во всем мире. Были организованы телевизионные и интернет-трансляции. Вещание проводилось в том числе и на ресурсах телеканала «Самара ГИС». Ольга Викторовна, я знаю, что вы преподаватель на самом деле. Да, 35 лет я работаю в речном техникуме, в Самарском речном техникуме. И хочу сказать, что у нас славно продолжаются традиции по воспитанию патриотического направления среди молодежи. Это очень важно в наше время. Если молодежь, молодые люди не будут знать нашу историю, настоящую историю, неперевернутую, настоящую, каким образом им далась эта счастливая жизнь, то без истории, без памяти у них просто нет будущего. И вот наше учебное заведение занимается большим патриотическим воспитанием молодежи. Ну, я думаю, сейчас это направление не только у нас, вот и в других учебных заведениях. Владимир Николаевич, вот вы в этом смысле человек-то ведь вообще уникальный. Вы руководите школой номер 120 городского круга «Самара». И это школа, в которой очень давно был создан музей участников легендарного Парада Победы 1945 года. Вот как это произошло и почему это произошло? Почему именно в 120-й школе? Почему именно в 120-й школе? Наверное, потому что в 120-й школе работали и работают педагоги, которым эта тема, тема войны была близка. Тогда они уделяли действительно огромное внимание и в те далекие годы, когда о войне можно было услышать от очевидцев, от ветеранов, от живых свидетелей. То, что сейчас утрачено, к сожалению, в силу временных рамок определенных, а тогда это совершенно иное направление воспитания подрастающего поколения. И поэтому в 74-й год, да, ну почему именно Парад Победы? Конечно же, тогда наши учителя истории задумывались о том, чтобы и в нашей школе в 74-м году, ну в 70-е годы появился музей боевой славы. Как и во многих школах и городского округа Самары, и Самарской области, и всей России, и тогда Советского Союза. Потому что музей – это то место, где через судьбы конкретных людей можно действительно познакомить с настоящей историей и сохранить вот ту ниточку, которая связывает поколения прошлые с молодыми и сохраняет вот ту историческую память, что действительно очень важно. И несколько поколений учителей истории, они, по крайней мере, четыре учителя истории, вот за эти годы, начиная с 74-го года, они… Ну да, почти 50 лет прошло. Они все прошли через этот музей. А сколько поколений школьников и выпускников прошло через это? А почему именно тема «Знать о войне через участников Парада Победы» 24 июня 45-го года? Ну я здесь, наверное, соглашусь немножко с Ольгой Викторовной о том, что действительно как-то дата этого Парада Победы, она была немножко в тени. В тени вот именно той знаменательной даты, официальной даты и неофициальной даты Дня Победы 9-го мая. И опять, может быть, опять же, инициатива самих людей, неравнодушных людей, и педагогов, и учеников таких же. Журнал «Пионер» такой был в Советском Союзе, который однажды объявил определенную акцию, конкурс на тему «Салют Победы». То есть вот в принципе конкурс, посвященный как раз типа даже викторины, что ли. Что вы знаете о Параде Победы 24 июня? И по инициативе школьников приняли активное участие в этой викторине. А потом как-то заразились, понимаете, потому что потом увлеклись тем, чтобы понять, а сколько жителей нашего города прошли в строю победителей на этом Параде Победы. А сколько жителей нашей области Куйбышевской, Самарской области, конечно же, привлекли тогда очень активных, бойких ветеранов. Вот я вам скажу, что без такой активной жизненной позиции наших ветеранов, наверное, ничего бы не состоялось. И не состоялось бы вот и музей наш в том виде, в котором он существует. И не нашли бы мы более 190 героев-участников Парада Победы. Более 190 человек было найдено. По последним данным, 193 человека числятся в списках. Это жители, да не обязательно только родившиеся на территории Куйбышевской области, но и те, которые после войны приехали и стали жители нашего региона. Ну, вот когда, просто я знаю, во что превращались эти встречи ветеранов. Начиналось с обычной музейной комнаты, потом как-то экспозиция расширялась. А прежде всего задача была собрать ветеранов, которые, ну, разные ветераны. Кто-то любил рассказывать о войне, кто-то не очень. Но встречаться друг с другом они очень любили. И это правильно. А когда это можно было делать еще с привлечением молодежи, которые на самом деле, да, они сегодня разные, они другие, но на самом деле они с достаточным интересом. Да они наши. Слушают. Они такие же, как мы. Встречаются. Встречаться сейчас не с кем, но мы пытаемся теперь через другие вещи. Другие ветераны приходят на смену, но самое главное, что другие ветераны, которые не знали войны, они с огромным удовольствием каждый раз напоминают нам всем о том, что кому мы должны быть благодарны за то, что можем сейчас жить, радоваться, рассуждать, принимать разные решения, идти вперед. И я считаю, что задача не только музея, а задача всей нашей работы, работы педагогов, работы родителей, потому что семья – это еще более важный элемент. Если в семье тоже чтут память своих героев, а они, конечно, герои, я не перестаю говорить всегда на любых встречах с маленькими детьми, с большими детьми, со взрослыми, с их родителями, которые тоже, что ничего бы этого не было, если бы не было наших героических предков. Они действительно дали нам возможность сегодня жить и радоваться, и другим поколениям всю эту радость передавать. И поэтому я просто не приемлю, когда действительно идут попытки что-то переписать, перечеркнуть, невозможно перечеркнуть тот подвиг, который был совершен нашим многонациональным героическим народом Советского Союза. И мы действительно спасли мир от фашистской чумы. И мы об этом должны говорить. И мы должны убеждать, если кто-то пытается с этим не согласиться, потому что другой истины здесь нет. И поэтому мы не собираемся останавливаться. Конечно, сейчас намного сложнее, когда исчезла вот эта живая составляющая нашей работы, живая составляющая, когда вот тут с огромным удовольствием мы бы увидели в своих стенах Дмитрия Николаевича. Понятно, но, к сожалению, он в 60-м году уже ушел. Он в 60-м году ушел. Вот фактически в 2020 году... Ушел герой Советского Союза. И даже чуть раньше, на год, ушел самый последний наш, как бы, председатель Совета музея, ветеран. Тоже очень в возрасте, но, слушайте, до последнего. Им было за 90 лет, они до последнего настолько вообще активно принимали участие в этом, настолько они приходили на любые встречи. И как их слушают, слушали дети. У нас, к счастью, не так много может быть, но все-таки сохранилось и записи, то есть когда уже в более поздний период появилась там видеокамера и так далее, мы все-таки смогли записать живые рассказы, напутствие наших ветеранов. И сейчас их пересматриваешь, и душа наполняется гордостью, счастьем. Нам предстоит акция «Лучи Победы». Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет и затем продолжить нашу беседу. Это как раз касается, собственно говоря, того же самого Парада Победы. Напомнить о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны, о его мужестве и миллионах жертв нацизма при помощи акции «Лучи Победы» впервые решили два года назад в городе Герои Севастополя. При поддержке президента страны Владимира Путина акция обрела масштабный характер. 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся парад Победы. Тогда в 23 часа ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец. А в год 75-летия Победы над российским небом прожекторы зажглись вновь. Так страна вспомнила о знаковом для каждого событии. Немалый вклад в Великую Победу внес и наш регион. За четыре года на фронт ушли более полумиллиона наших земляков. 24 июня этого года в 23 часа в городах трудовой доблести Самаре и Сызрани небо над памятником Ил-2, монументом славы и Спасской башни Сызранского Кремля осветят огни. Два года назад указом президента России Владимира Путина Самаре было присвоено звание «Город трудовой доблести». А в 2021 году почетного звания удостоился «Город Сызрань». Для региона и города акция «Лучи Победы» является знаковой. Здесь свято берегут память о защитниках и тружениках тыла. В акции примут участие расположенные в регионе и городе предприятия. В Самаре это завод имени Тарасова, Куйбышевский нефтеперерабатывающий и металлургические заводы. А также жители городов, представители общественных организаций, студенты, участники военно-патриотических объединений, школьники. Одним словом, все желающие. Планируется 500 детей, что примет участие. Также будут две площадки задействованы, это «Аллея трудовой славы» и «Парк Победы». И там и там порядка 500 детей будет из школьных лагерей. В определенной экскурсии конкурсные площадки будут для этих детей проведены. Чтобы ознакомить детей с историей знакового события, для педагогов подготовили информационные материалы. Присоединиться к акции «Лучи Победы» могут все желающие. Для этого 24 июня в 23 часа необходимо включить прожекторы на своих зданиях и жилых домах. Видео и фото можно размещать в социальных сетях с хэштегом «Лучи Победы». Ольга Викторовна Владимировна Николаевич, придете на акцию «Лучи Победы»? Обязательно. Конечно. Это святое. Это дань памяти. По крайней мере, я не говорю, что именно деду, да. Это дань памяти тем миллионам, десяткам миллионов, которые погибли за эти 4 года, для того, чтобы мы с вами жили, работали, радовались. Поэтому это просто святое. Для меня вот 9 мая вообще святой праздник. Конечно, пойдем. И не только я, я думаю, всех своих близких обязательно тоже сподвигну на это, чтобы они нашли время. И вообще, это правильно, что рождаются новые акции, потому что не забываются старые акции, и они всегда будут интересны, всегда будут полезны и важны. И в них нужно обязательно участвовать, потому что они, ну, не знаю, бесценны, бесценны, потому что они сохраняют самое главное, что есть у человека – его память. память, да, и гордость, все равно гордость за тот народ, которому он себя причисляет, за ту страну, в которой он живет. Вот без этого невозможно существование нормального государства. – Великий подвиг великой страны. – Да. Надо все равно любить свою страну. А нашу страну есть за что любить. – И гордиться. – И гордиться ей. Вот это вот, я уверен в этом, на 100% и буду до конца это отстаивать. Всегда. – Я могу с вами только согласиться. – Ну. – Спасибо за интересную содержательную беседу. Увидимся на акции «Лучи Победы». И спасибо за ту работу, которую вы делаете, за ваш труд. Все вам самого доброго. – Спасибо. – Всего доброго. – Напоминаю, в нашей студии были Ольга Кикина, внучка Героя Советского Союза, участника Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве, Дмитрия Николаевича Голосова и Владимир Ларионов, директор школы номер 120 городского округа Самары. Помните нашу историю. Всего вам доброго. – Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова